Ктулху вам всем втаган, детишки. В эфире рубрика Бомбанула. Вопреки всеобщему убеждению, в эту рубрику попадают не только плохие фильмы или игры, но и хорошие. Главное, чтобы явление вызывало само по себе ряд ярких эмоций, и чем ярче, сами понимаете, тем лучше. И в этот раз на разделочной доске игра Shadow of War, Тень вора в переводе на русский. Продолжение игры Shadow of Mordor, Тени в Мордовии. Мои шутки все тупее от выпуска к выпуску, но это нормально, это и есть прогресс. С Тенями Мордора я ознакомился еще в 2014 году, и до сих пор помню, как она меня завлекла, эта игра. Я провел в ней кучу времени, а потом вдруг выяснил, что... Орг-факас можно не только убивать, но еще и переводить на свою сторону, стравливать... А что, так можно, что ли, было? И да, после этого я провел в ней еще столько же времени. Я буквально смаковал каждый элемент игры, пока он мне не приелся окончательно. Что ни говори, а далеко не все механики Мордора работали нормально, было множество зазубрин, которые было бы неплохо отшлифовать. Но основной недостаток Теней Мордора в том, что она короткая, даже, наверное, слишком короткая. Да, она захватывает изучением, но когда ты изучишь все возможные выкрутасы с орками, когда ты пронаблюдаешь, как они мочат друг друга в твою честь, когда сам наробишь их целый полк, когда прокачаешь все, что можно, а это не так уж и тяжело, ты поймешь, насколько игра камерная. Я очень надеялся, что в продолжении они проведут работу над ошибками и сделают игру побольше. Но вообще я слишком больших надежд на игру не возлагал, все дело в тех самых механиках. Было понятно, что они будут перенесены в продолжение, и ничего концептуально нового, разительно отличающегося от того, что я видел в первой игре, я там не увижу. Дело в том, что совсем недавно для обзора я перепрошел тени Мордора, и, откровенно говоря, мне было скучновато. Нет, вру. Вру, чтобы выградить действительно хорошую игру, благородно вру. Мне было дико скучно, я думал, скорее бы уже закончить. С моей точки зрения, реиграбельность у Мордора на нуле, хотя некоторые со мной не согласились. Видимо, это дело вкуса. Но я, наверное, действительно сильно присытился всей этой ворочей шлобудой еще лет шесть назад. Проблема кроется в том, что корневые механики игры открывают себя постепенно, настолько постепенно, что это откровенно бесит. Сначала тебе расскажут, как убивать капитанов, потом расскажут, что капитаны, это значит, мелковато, лучше уж вождей. Потом иди убивай вождей, потом какие-то непонятные миссии, и вот спустя половину игры тебе рассказывают, что «Давай-ка, дружок, пирожок, собирай-ка армию». Опа. А что раньше-то не сказали? Нет, на самом деле прогрессия — это хорошо, но беда в том, что без полного набора фишек Тени Мордора это скучная игра со скудноватым геймплеем. Когда ты играешь первый раз, ты еще не знаешь, что она из себя представляет, а вот когда ты уже в курсе всех перипетий, ты просто ждешь «Сука, да когда же мне уже дадут возможность переводить орков на свою сторону, гладрили мне в лихолесье!» Игра себя исчерпывает до дна при первом же прохождении. И если мне надоело рубить орков здесь, то с какой стати мне было бы интересно делать это в тенях войны спустя всего неделю, тем более после всех тех скандалов вокруг игры. Но обо всем по порядку. Уже в который раз, в третий, по-моему, я начну, наверное, собственного удивления весу игры. В требованиях написано 70 гигабайт, но, по-моему, после патчей там поболее будет. Простите, не помню. Дело в том, что, пройдя основную сюжетку до конца, я обнаружил, что 4К-текстуры к ней идут бесплатно отдельным паком. Ну ёп твою уру, ко мне в Изингард. Я так отвык от того, что разработчики заботятся о будущем, что не удослужился даже посмотреть. Вообще, сначала подумалось, а какого хрена отдельным именно паком? Ну, вообще, да, вы правы. У подавляющего большинства пока что нет 4К-мониторов. Хотя, тут не поймешь, очень многие опять же говорят, что у них это есть, но не суть. Суть в том, что текстуры весят ещё 15 гигабайт. 70 плюс 15 равняется 151. Именно такая вот арифметика у разработчиков. Ребят, у меня, кажется, лыжи не едут. Подтолкните. Но это всё мелочь. Хотя, опять же, создатели претендуют на продукт высокого качества, соответственно, ответственно-соответств... Или же они все ответственные за безответственное несоответствие. Правильно говорю? Правильно. Помня, как легко ямел орков в оригинале, решил сразу выбрать сложность «Заклятый враг». Не люблю я концепцию «Умер, начиная игру заново». Это для космических извращенцев, либо для спидранеров. Хотя я не представляю, кто будет спидранить «Тени войны». Игра начинается как заправский сериал с компиляцией заставок, а-ля предыдущей серии. Не хватает только титров, типа «Талион в роли Талиона» и «Енифер из Венгерберга в роли Шеллоп». Упс, проспойлерил. А, внимание на экран. Спойлеры. Поняли, да? Ну, на самом деле-то я кривляюсь, потому как назвать это спойлером – большое преувеличение. Напомню для тех, кто успел забыть, оригинал закончился на том, что Талион и Келембримбор, хотя да, меня ж поправили не Талиона, Талион или даже Телион, ну короче, Телион с Келембримбор, или как-то так, да, забороли всех подручных Сауронычей и сказали «Хм, кажется, без кольца тут не обойтись, кажись». Вот, да. И на правах гениального кузнеца из эпохи древних, внука самого Феонора, который, как вы помните, всех достал, Келембримбор или Келембримбор, ну ладно, хорошо, не буду больше кривляться, да, он, в общем, короче, правя руку Талиону, кует или, правильнее сказать, кует в недрах Роковой горы, там же, где и Кольцо Всевластия, второе Кольцо Всевластия. О, да. Да. Слушайте, я такие видео на Алиэкспрессе продавались, тоже синие, но тогда еще не было теней войны. Либо китайцы что-то знали, либо разработчики воруют идеи на Алиэкспресс. О, как. В общем, выковали они кольцо. Могучее кольцо. По заявлениям Келембримбора, оно такое же, как первое, только не запятано влиянием тьмы, и типа, все должно быть чики-пуки. А, да, если вдруг сейчас в вас закипает толки низ, то, напомню, вселенная Теней Мордора — это альтернативщина. И знаете что? Это хорошо. Я сносно отношусь к альтернативным развитием истории, если они в первую очередь не скрывают свою альтернативность, а во вторую не нарушают или хотя бы не сильно нарушают логику оригинала и логику в принципе вообще. Это альтернативки здорового человека, и Тени Войны относятся именно к их числу. Тени Войны — это, я бы даже сказал, отличная альтернативка. Да и потом, а какой у нас выбор? Оригинал был проработан не до конца, автору просто не хватило на этой жизни. По проработанным историям вроде «Властелина колец» уже сняли одноименные картины, которые по сравнению с книгами тоже нехилая такая альтернативщина местами. Ну, потому обычно и говорят, что киноадаптация. Но это опять же хорошая киноадаптация, где не приходится спрашивать, а какого хрена здесь происходит, и очередной умник не отошлет тебя читать книгу, приложением которой является фильм. А вот «Хоббит» — это вообще атас. Красочный, веселый, 48 кадров в секунду, с бородами в виде мошонок, да, но все же атас. И как вам такая альтернативка? Мне вот не очень. Что еще? Игры, война на севере и битва за Средиземье. Ну да, тоже альтернативки, но хорошая, от них не тянет отплеваться. И вот теперь Тени Войны встали в ряд с этими шедеврами. Ну и это отступление, я хотел бы закончить мыслью о том, что как бы эльф о новом кольце не отзывался, оно по силе равно девяти кольцам людей, до кольца всевластия ему, как до Китая на Мумаке. Кстати, а вы знали, что в Средиземье есть свой Китай? Я вот не знал. Да и сам Келембримбор всего лишь сраный эльф, пусть и могущественный, и такой древний, да, а Саурон, он вообще-то майер, то есть младший бог. Что они вообще надеются? Ну и потом, несмотря на тебя, тяну оригинал тут чтут, и Саурон падет тогда, когда надо, а не когда захочет Келембримбору. В итоге это тот случай, когда мы знаем, что конечной цели мы с вероятностью 90% не достигнем, но очень интересно, отчего же мы достигнем вместо этого. Так о чем бишь я? А, да. Вообще, начало игры какое-то очень странное. Смотрите, значит, только Келемарион выковали кольцо, как тут же его проебали. Иначе не скажешь, извините. Ну, то есть духа похищают, берут его в плен, и Толеон идет его выручать. Кто же мог взять его в плен? Саурон? Саруман? Может быть, Ктулху? Нет, детишки, нихрена. Это Шелоп. И тут у многих начинает полыхать. Ах, как ж вы посмели сделать из огромной почи хитянку? Ахе! Извините. Нет, не переживайте, я понимаю ваше возмущение. Первое, что приходит на ум, это Нагайна из фантастических мразей. Это, кстати, пример альтернативщины Курильщика. И не думайте мне, Вселенная Властелина Колец ничуть не менее дорога, чем уже убитая Вселенная Гарри Поттера или убитая Вселенная Масс Эффекта. Эльфы Валенора, у вас хоть Вселенная жива. Осталось только дождаться, когда они испоганят Дарк Соуса, и я с горя помру. Так о чем я говорил? А Шелоп, да. Ну и вот, я понимаю, что вы могли принять это в штыки, и я и сам на самом деле принял. Но, во-первых, Шелоп это не просто гигантский паук. Напомню, я в лоре Средиземьей, особенно в Сильмарилионе... Сильмарили... Сильмарилионе, блядь. Его упоротые части разбирай слабо. Но, насколько я помню, Шелоп это вроде не просто гигантский жук. Паук, извините. Это мощное создание, пришедшее еще с эпохи древних. Там у нее чуть ли не божественный статус. Так что мощи ей хватает, и разума тоже. Не знаю, могла ли она менять облики в оригинале, но тут вот может. А во-вторых, сейчас, учитывая современные тенденции, впору было бы увидеть на ее месте какую-нибудь уродливую бабищу, будь и позитивщицу, и желательно лесбиянку. А тут нет, красивая такая женщина. Она мне напомнила, кстати, Йеннифер из Бенгерберга. Наверное, платьем и черными волосами, потому что на этом сходство заканчивается. Ну, а мне больше и не надо. Шелоп нагло и неприкрыто троллит, Толеон и духу, и подавляет, прям подавляет вот их своим могуществом. Она здесь вообще, судя по мудрым фразам и прочему обвесу, особенно визуальному, преподносится как этакая антигаладриэль. И в итоге Толеон меняет Келембрембора на новое кольцо. Мотив Шелоп расплывчив, она показывает Толеону обрывки будущего и намекает, что Саурон ей нахрен тут не сдался, в виде могучего властелина, но... А что? Но я тебе не скажу. Валя отсюда, спермобак! Простите, я действительно сейчас полную херню несу, и шутки у меня дебильные. Должен сказать, что никакого даже намека в игре на все эти веяния нет, кроме разве что внезапного негра, но негр мне настолько понравился, что мне его даже стало мало. Об этом ближе к концу, там про него целое DLC. Ну и пару бабищ было вставлено неуместно, мне кажется, шоббуло, ну тут уже, наверное, просто ничего с этим не поделать. Шелоп просто не раскрывает своих мотивов в самом начале игры, держит интригу и отпускает Келемариона на волю с чистой совестью и без кольца. Если честно, я шефонарел от такого вступления. Понимаете, тут не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, для чего это делается. Чтобы геймплей снова получил некий разгон, хотя по нему я еще пройдусь по этому разгону. Но с другой стороны, просто поймите, как это выглядит со стороны. На Толеона не нападали полчища врагов, кольцо не было утрачено в битве. Просто чпок и все, сразу после создания считает его профукл, даже надеть не успел. Ну просто эпический лох. И в общем-то, первый минус игры это ее начало. Помните, как мы пару десятков, ну или просто десяток, хотя если поторопиться... Короче, как несколько минимум часов мы шастали по нурну в ожидании, когда же нам дадут все фишки местного геймплея, дадут насладиться процессом. Встречайте, все те же, все там же. Не сказал бы, что разработчики совсем не научились на ошибках, но по итогу вот мы опять не умеем переманивать орков на свою сторону. Странно ведь, раньше нам для этого никакое кольцо не нужно было. Ну и часть других навыков в угоду геймплею Толеон тоже растерял. И вот снова, логично, что если бы нам с самого начала давали ту машину смерти, которой он являлся в конце прошлой игры, то было бы совсем уж легко даже на высоком уровне сложности. И в то же время, обычно в играх это хоть как-то пытаются обосновать. Сказали бы, что хоть, не знаю, ну шел, например, Толеон, Миноситель, споткнулся, дался башкой о камень и забыл половину навыков. Ну тут даже так не делают. Странно это. Впрочем, трудно придумать что-то сверх тех умений, которыми владел Толеон. По крайней мере, в том количестве, чтобы организовать несколько новых веток прокачки. Поэтому тут она не такая уж интересная, как раньше, хотя и неплохая вовсе. О ней потом. И все же, в малой степени, несколько интересных фишек разработчики внесли. Часть переехала в DLC, а часть достается Толеону еще в прологе. Самое заметное из них, это рвок от уступа. Помните паркур? Да, в первой части его было море. Море паркура. Чем он отличался от паркура того же Ассасина? Принципиально ничем. Лазать приходилось много, и было это не то чтобы скучно. Просто в какой-нибудь Венеции лазание воспринимается хорошо. Ммм, извините, в олдскулу свело. Блин, как свело-то. Ну, в общем, по пустоватому и незастроенному плотно нурну лазать не так уж и интересно было. Поэтому, когда появился удар из тени, или седлание из тени, жить стало резко проще. Телепортируйся сразу далеко, пусть и в пределах видимости. Теперь же при лазании можно вовремя нажать кнопку, и Толеоныч сделает богатырский рывок, преодолевая сразу несколько десятков метров по вертикали вверх. Таким образом, залезть даже на самую высокую башню получается очень быстро и беспроблемно. И это просто прелестно. Прелестно и то, что для этого не нужно ничего учить, ты уже это умеешь со старта. Второе такое замечательное дополнение тоже про паркур, это эльфийский кувырок. Будучи в воздухе, можно сделать эквилибристический скачок в сторону, оттолкнувшись от воздуха, видимо. Сказать, что это упрощает преодоление расстояния, делая его более быстрым и удобным, не сказать ничего. Я все ждал, когда мне дадут тройной прыжок. Не дали. Все-таки со временем Толеон становится настолько могущественным, что можно законно ожидать, что он будет летать по воздуху. Это бы не выбивалось из его возможностей. Но вместо него по воздуху летает негр по пустыне, но об этом все еще потом. Еще, кстати, немножко переработали спринт. Система, когда перескочив через препятствия, ты можешь ускориться, все еще присутствует, притом со старта. Разница лишь в том, что теперь она ускоряет тебя без отраса сосредоточения. А вообще, используя то самое сосредоточение, ты можешь ускориться в любой момент, что опять же дико удобно. И заодно значение сосредоточения стало более серьезным по сравнению с первой игрой. Еще стрелы теперь подбираются автоматически, что тоже делает игру удобнее. Кроме того, порадовала и иная фишка. Теперь и Килимбрембор тоже убивает. То есть, на контрударах или же в скрытности при помощи умений, но мертвый эльф теперь не только опосредованно в виде блок участвует в бою, а полновесно режет орков. Видимо, он окреп за последнее время. Но механика-механика сюжет никто не отменял. Бедный Пталеон, чувствуя себя обворованным, идет в Минос Итель. Зачем? Ну, Шелоп сказала, что там находится палантир, который неплохо было бы использовать для своих целей, для борьбы с уроначем, разумеется. Логично, кольцо прогавали, давай хоть палантира тяпаем. Однако, меня завлекло не это, минуточку, Минос Итель. И это очень интересно. Возможно, я невнимательно играл в первую часть и не увидел некоторых фактов, указывающих на времена, в которые происходят события. Я предполагал, что это где-то рядом с походом Фродо-Карадруино. Но, как выяснилось, в Тенях Войны рассказывает о веках давно ушедших. Дело в том, что Минос Итель или Минос Итиль, так и не понял, как правильно его произносить, это тот самый Минос Моргул, который мы видели во Властелине Колец. Он был захвачен королем Чародием в 2002 году Третьей Эры. Отсюда вывод. Сейчас в игре 2002 год Третьей Эры, прямо как у нас 18 лет назад. Потому что в прологе мы как раз таки будем пытаться оборонять Минос Итель, но альтернативщиной альтернативщиной, а откровенного переначивания в игре нет. Минос Моргулу быть. Правда, на Википедии о Толеоне сказано, что он родился приблизительно в 2920 году Третьей Эры. Вроде бы время исчисления Средиземья последовательное, как в Древних Свитках, то есть Первая Эра плюс Вторая Эра плюс Третья Эра и так далее. Тут нет такого, как в Звездных Войнах, когда к Явинской Битве число уменьшается, а дальше наоборот растет. Поэтому, скорее всего, тут просто ошибка и Толеона нечаянно родили не в то время, так как падение Минос Ителя это давно зафиксированная дата. Толеон застает Минос Итель в осажденном состоянии. Орки чувствуют себя здесь как дома, снуют по улицам, гадят по углам, плюются и вообще некультурно себя ведут в целом. Пора браться за работу. Уже с самого начала мы встречаем и Дриль, Гондорскую Воительницу, да еще и настоящую Генеральскую Дочку. Она видит, что Следопыт напал на Орков и вмешивается, а затем мы, дружной ватагой вместе с уцелевшими Гондорцами драпаем во внутреннюю часть крепости, ибо Орки жмут не по-детски со своим Ваагом. Она спорит с отцом, генералом Кастомиром, рвется в бой, но Толеону вся эта бодяга неинтересна, ему нужен палантир. Но и Дриль говорит, вот мол, если ты проявишь себя, папка, может быть, и поймет, что тебе можно доверять. Ну короче, началось, подай принеси, пошел нахер, классика. Мы объединяемся с Баронором, единственным негром на весь Тамриэль. Простите, не Тамриэль, а Средиземье, и не негром, а Редгардом. Мы что, все толерантные, я надеюсь? Вообще, это единственная тень повесточки в игре. Ммм, оценили эроню, да? Ну, типа, тень повестки, тень войны. Блин, вы безнадежны. В общем, Баронор потом по сюжету скажет, что он Харадрим, ни много, ни мало. Ну, как бы логично, Харад на юге, а все, что на юге, имеет шанс быть чернокожим. Но просто в оригинале ни одного Редгарда показано не было, хотя Харадримы там были. Это вот эти вот господа верхом на слонах. Простите, на мумаках. Слов-то какое, мумак. Почти как вявук. В общем, несмотря на то, что цвет кожи Баронора или Байронора, неважно, можно с натяжкой обосновать местом рождения, мне больше видится, что это очередной внезапный негр по квоте. Тут как бы все по квоте на самом-то деле. Негр есть. Сильная независимая женщина. Раз ромашка, два ромашка, спойлер, три-четыре ромашка, пять ромашка, а нет, стоп, это не то. В общем, тоже есть. Геи, гей это орки, те еще пидорасы, о них потом. Если что, в переносном смысле этого слова, разумеется. Сейчас уже без уточнения нельзя. В плохом, так сказать, смысле этого слова. Есть даже инвалиды, это те же орки, среди них есть ампутанты. Некоторых из них мы сами таковыми делаем. Кажется, я собирался про орков рассказать потом. Однако, несмотря на цвет кожи, Баронор не кажется лишним в плане сюжета, а DLC с ним вообще шикарно, и там он смотрится органично. Наверное, потому что он на родине и в песках. Я, наверное, уже достал вас с постоянным поминанием DLC мельком, уж извините, я вообще очень гадкий тип. В общем, бегаем, мы с Баронором режем орков, спасаем галактику. Но сколько генералов не режь, пиздец никак не прекращается, ибо таковой эффективностью обороны заинтересовался сам Король Чародей. Ну, вы поняли, к чему все ведет. А пока мы стараемся оборонять город, попутно то и дело бегая к Шеллоп за консультациями. Та показывает отрывками будущее, и по одному из таких отрывков Тальон узнает, что в рядах обороны ни много ни мало пердатель. Честно говоря, если бы вы видели, как тут преподносят персонажей, как те себя ведут, что говорят, то вы бы тоже сразу догадались, кто именно предатель по праву бритвы Акама. Я не думаю, что я тут один такой умный. Просто во всей игре персонажи действительно хорошо прописаны и отлично показаны. Анимация, озвучка, сама 3D-модель, отражающая настроение. Тут все на отличном уровне по стандартам Librarian 2.28. Этот стандарт я придумал только что, чтобы от меня отъебали со своими бесконечными криками о том, что я не разбираюсь в графике. Я, может, и не разбираюсь в самих технологиях, но глаза у меня есть, и нормальную модель от квандрипупелей отличить могу. Кстати, озвучку персонажей, как и в оригинале, имеет некую особенность при дыхании. Точнее, скорее даже пост дыхании, не знаю. Этим особенно грешит Толеон, а во второй части вообще, наверное, много кто этим грешит, включая орков. Ну, некоторых важных орков. То есть персонаж произносит фразу и после ее конца продолжает выдыхать воздух. Ну, примерно вот так вот это выглядит. Это художественный прием в некоторых случаях. Он отражает некие качества персонажей и ситуации. Например, ироничный взгляд на мир или усталость или самоуверенность. Оно здесь к месту, просто я такого не слышал со времен русской озвучки сериала Лост в каком-то из сезонов. Там Джек этим грешил. Кстати, он тоже Шепард был, да. Супадение? Не думаю. Но и отвлекся, как обычно. Тут не нужно быть семи пядей в албе, даже шести, чтобы понять, кто предатель, но, тем не менее, официально это сюрприз. Тем временем, предатель организует атаку на крепость, пока нас не было и Кастомира берут в плен. За ним мы идем с Идриль, ворочий лагерь. Успешно. Правда, прежде чем в него пойти, его сначала нужно обнаружить. Этим займется и Дриль, а мы должны отвлечь орков. У них тут как раз арена, и мы бросаем на ней вызов, врубясь с капитанами насмерть на потеху толпе. Пиво и зрелищ, как говорится. Италион там так разошелся, что изрубил вообще всех не просто в капусту, а в порошок, и как заорет на всю арену, мол, Ах вы клопы вонючие! И это вы называете лучшими бойцами! Да я вас всех на глефе вертел! Кстати, да, тут есть глефа. Я вас всех на глефе вертел! Бойтесь светлого властелина! Вообще, сцена отличная, хорошо раскрывающая одну из основных сюжетных линий одержимость Келембримбора. Да, эльфам движут светлые намерения уничтожить Саурона, но это лишь пункт в списке, а дальше-то что? Объединить Мордор под рукой светлого властелина, а потом он что, успокоится? Хотелось бы верить, но если вдруг это не случится, то мы просто поменяем шило на мыло, темного властелина на светлого. Всю игру мы видим, как Келембримбор тянется к своему кольцу, часто не считаясь ни с чем. Плевать, что на кону, плевать, что там станет с другими, главное забрать кольцо, а после завоевать Мордор. Уже на этом моменте нужно бы начать беспокоиться, но соседи в данном случае не выбирают. В общем, сколько бы мы портки не рвали на благо Гондора, генерал все равно не отдает нам палантир, потому что он с крягой жопушник. А еще потому, что для него мы какой-то хрен с горы, разговаривающий иногда сам с собой. Он таки Лембрибора не видит. А еще потому, что он и есть предатель. Пам-пам-пам! Блин, никто не ждал! И такое бывает. Да, назгулы собственной персоной пожаловали покорить Минас Итель. И следуя лору, мы стараемся его отбить, но нас жмут, жмут и дожимают. А в конце папа не такой «Эй, я тут всех предал, давай отпускай мою дочку, как обещал!» Говорит он королю-чародею. Да, как говорил один орк, или это был гоблин, не помню, но возраст не важен, если ты дебил! Папку мочат, дочку воруют, а нас после сражения с бесконечно стращающими назгулами пинком вышвыривают из города. Минус Ительпал. Да здравствует минус Моргул. Палансир мы, кстати, так и не получили. Прелестно. На самом деле, нас не совсем вышвыривают. Король-чародей пытается нас аннигилировать, но тут на помощь приходит эльфийка Элториэль, посланница самой Галадриэль, свет, который нас защитил. Однажды этот же свет позволит родить Шелоп и спасет Фродо тем самым... Ну, вы поняли. В общем, снова мы бежим на поклон к Шелопу, а там уже назгулы пришли там кольцо и говорит «Собирай армию, мужик!» И, наконец, нас отпускают на вольные хлеба в полном геймплейном обмундировании. И сперва хочется рассказать об этих самых хлебах. В первой части игры, напомню, мы бегали по южной части Мордора Нурну. Я еще удивлялся, чё это, мол, Мордор такой зеленый. Оказывается, это единственная зеленая его часть, которая краски кормит остальную незеленую. Локации было всего две, обе выглядели почти одинаково, разница была лишь в количестве зелени и солнца. Ну и размером они были чуть больше Вивика, серьезно. К счастью, продолжение исправило эту ситуацию. Теперь у нас есть глобальная карта и на ней отмечены пункты, к которым можно перемещаться. Поначалу глаза так и разбегаются, хочется и туда, и туда, и сюда, и всего, и побольше. Но на деле оказывается, что большая часть населенных пунктов тут для галочки, что, конечно же, обидно. Я бы с радостью погостил, например, в Миносануре, пусть даже он там состоял бы из одной маленькой крепости или даже ее нутра. Просто так иногда хочется почувствовать себя среди союзников. В Минос Итель, к примеру, по улицам кроме орков бегают патрули Гондора, стараясь орков истреблять и помогать Толевону. Правда, проработаны они чуть лучше рядового орка в плане искусственного интеллекта, так что толку от них как от декорации, но декорация-то очень даже к месту. Вообще, Минос Итель тут шикарен, особенно на контрасте с Нурном из первой игры. Наконец-то город. Красивый, светлый, хоть и небольшой. Вообще, локации размером с оригинальный Нурн, но зато их здесь больше и вид у них разнообразнее. Тут еще все дело в том, что мы бегаем по орочим угодиям, оформленным в орочем стиле. Руины повсюду, палатки орков, куда они плюют, надоедает это. А тут настоящий человеческий город. После падения Минос Моргол все еще открыт для посещения, но атмосфера там, разумеется, меняется. Он становится, как и показано в кино, таким же жутковатым местом. Пейзажи становятся кинематографично зеленоватыми, о, как сказал, патрулей Гондора, разумеется, больше нет. Еще одна область, доступная для изучения Серегост. Это север Мордора, соответственно, тут идет снег. И несмотря на то, что я люблю снег и вообще зимние локации, все же лично мне Серегост не понравился. Во-первых, это такой грязный снег. Тут нет снежных просторов, сугробов, тут скорее идет такой снежок, падая на голову вонючих уроков, который тут расхаживает, как дома, потому что они дома. И еще тут слишком неудобно расположены некоторые точки, например, арена. Заковыристая локация, но все же совсем неплохая. Размером примерно такая же, как и все остальные. Они здесь вообще плюс-минус одинаковые в этом плане. Также доступен Кирит Унгул, перевал, где и живет Шелоп, немного такой засушливый и грязный. Горгород, выжженная местами земля с вулканической активностью, как и мои задницы после некоторых моментов в этой игре. И, кстати, Нурн тоже доступен. Он немножко изменился за лето, так сказать, с прошлой игры. Но, в целом, локация по атмосфере та же самая. И сам он, наверное, размером почти как две локации из оригинала. Итого, можно сказать, что общий размер игрового Средиземья с первой игры вырос примерно в пять раз. Притом, как и раньше, есть микролокации по сюжету. Тут, правда, она только одна. Это Бородор, где нас ждет сам Сауроныч. И, в целом, впечатления от локации хорошие. Правда, не скажу, что понравилось все. Скорее, только минус Моргул и понравилось. Остальные плюс-минус терпимые. Но это потому, что мне, в принципе, надоела этого ручья стилистика. Да и не то, чтобы она мне изначально нравилась. Хотя, вот, могу вспомнить красивый лес в одной из локаций. Но я там как-то часто не бывал. Но локация это замечательно, только что в них делать? Просят вечно что-то спрашивающий докапывающийся до мелочей игрок вроде меня. И действительно. Помните, я говорил, что вначале я боялся, что после игры в первую часть меня от игры во вторую будет уже тошнить, действительно геймплей в корне оказался идентичным. Однако он был нашлифован так, что скучно не было ни разу за все 65 часов игры. Основная сюжетная кампания, ее пока оставим. Я о ней расскажу подробно. Пока просто в двух словах скажу, что она действительно интересна и закончилась. Она пусть не совсем весела, но именно так, как и должна была закончиться даже с учетом альтернативщины. А точнее, только лишь благодаря ей, потому как игра на ней строится. Например, главного героя игры мы можем встретить в киноадаптации Питера Джексона. Аж дважды. Для тех, кто прошел игру, это, конечно же, не сюрприз, но вот для тех, кто ее не прошел, это будет любопытный момент. Хотя тем, кто ее не прошел, я бы очень рекомендовал сначала пройти и потом уже смотреть этот ролик. Что тут вообще делаете? Но помимо сюжетных заданий есть также побочные миссии. Это орщи, рандомные миссии, сбор артефактов, что не является миссией как таковой, скорее всего, просто любопытное занятие. А также осады крепостей, что, по идее, также является рандомными миссиями. Начну, наверное, со сбора артефактов, так как он напрямую связан с системой прокачки, о которой тоже есть что рассказать. В целом, она очень похожа по набору навыков на предыдущую часть, но отличия все же есть. Теперь количество получаемого опыта уже не настолько зависит от силы убитого уорка, хотя зависимость как таковая все равно не пропала. Убил крутого уорка, получи больше опыта, чем обычно. У каждого умения теперь есть от двух до трех дополнительных параметров, которые также можно купить за очки прокачки. Например, вот навык призыва Карагора можно улучшить до навыка призыва божака Карагоров, а можно до навыка призыва Грауга, которого я в том обзоре назвал по ошибке Горогом. Сорян, бывает. Одновременно выбирать можно только одно улучшение, но между ними можно спокойно переключаться, если они уже куплены. Разумеется, в бою это делать неудобно из-за откровенно не самого удобного интерфейса. Я вечно путал, на что открывается одна карта, на что другая и так далее. Но это не минус. Просто видел я интерфейсы поудобнее. Это скорее всего следствие управления с геймпада. Поэтому как бы разработчики думают, что игрок перед миссией выберет нужные дополнения для навыков, видимо, и пойдут в бой. На деле дополнительные навыки тут разной степени полезности и мало зависит от стиля игры. Конечно, каждому свое, Раллов не даст соврать, но вообще полезность тут универсальна. И некоторые дополнения смотрятся, ну, немного неуместно, скажем так. Например, мне навык стрельбы в воздухе не пригодился ни разу. Обычно в такие моменты любят вылезать господа и рассказывать о том, как ты просто играл, знаешь, на изи. Вот если бы на харде, то навык вот 100% пригодился. Ну, вообще-то не на изи, на кровном враге, напомню. Ну ладно, я даже спорить не буду. К счастью, игра не делает так, что прокачав все необходимое, игроку приходится сливать копящиеся очки в ненужные навыки. После определенного сюжетного момента или после получения определенного уровня, я так и не понял, появляется возможность вкладывать очки в усиление определенного параметра. Это скорость накопления ярости, к примеру, и другое. Этот навык не имеет, как я понял, ограничений, и вкладываться в него можно бесконечно с накопительным перманентным эффектом. Такого навыка часто не хватает играм с прокачкой, где есть высокоуровневый контент в том или ином виде. А он тут есть, пусть и не идеальный. Сами навыки почти те же, что и раньше. Из новинок эльфийская ярость, когда засыпаешь врага стрелами, пока глаза на лоб не полезут. Мне он совсем не понравился, к счастью, он не вечен, его потом заменят. Еще у тебя есть глефа. Зажав кнопку атаки, можно сделать с ней такую вертушку. Вообще, навык интересный, без сомнения, однако мне редко удавалось его применять. Я либо окружен орками и думается, что быстрее их просто забить обычными приемами добивания, которые тут точно такие же, как и в первой игре только. Волна не распугивает, а поджигает или отравляет врагов. Либо тебя просто давят числом и зажимать атаку нет времени. Либо ты просто забываешь, что у тебя это глефы вообще есть. И я вот теперь думаю, что зря, потому что я очень часто сталкивался с упоротыми орками, которых ничем не пробить. Впрочем, я же их таки пробил, значит, ничем это громко сказано. Ну и также из новинок возможность не искать ездового зверя, а призвать его. Это может быть как карагор, обычный или царский, так и граук, и можно даже сделать его стихийным, более мощным. Или даже дракон. Да, маленькие, но опасные драконы присутствуют в игре, и их тоже можно оседлать, а можно и призвать. А также есть возможность призыва сторонников. Их тут тоже несколько разновидностей. До того, как мы вернем кольцо, это верные гондорские солдаты. После возвращения кольца не менее верные вонючие орки. Только толку от них чуть, но зато хорошее разнообразие. Когда мы, наконец, одурманим хотя бы одного капитана, мы сможем отдавать ему приказы, одним из которых будет назначение в телохранители. Теперь мы можем вызвать именно его. И это, мать вашу, серьезные подспорья. Очень серьезные. Правильно подобранный орк может в мгновение ока склонить чашу весов в твою пользу. Но склонить его может также и правильно подобранное снаряжение. В первой игре снаряжение было фиксированное. За определенные очки ты мог его прокачать, открывая ячейки для рун. Теперь все иначе. Несмотря на то, что плащ Толеона называется Объятие Йорет, его погибшей жены, а кинжал это обломок меча погибшего же сына, призрак, без сожаления, заменяет их на более эффективные клинки и доспехи. Оно как бы логично, но могли бы сделать, например, какую-нибудь заставку, показывающую, что Толеону не все равно на память о семье. А в финальной катсцене так называемой истинной концовки видно, что у Толеона точно то же снаряжение, что и было в самом начале. Но там это легко объяснимо, так что ладно, эта претензия снимается. Но такое наплевательское отношение к реликвиям Толеону не свойственно. Теперь из некоторых орков, отмеченных значком, мы можем выбить два вида новой валюты. Первая нужна для прокачки крепостей, о них потом. Вторая это драгоценные камни. Их всего три вида, зеленые, белые и красные. Эти камни вставляются в единственную ячейку каждого элемента амуниции и усиливают их разным образом. Три камня одного вида можно перековать в один камень покруче и так до четырех раз. То есть градация камней идет по пяти ступеням. Самые крутые собираются не быстро, но вполне реально. Жаль, разновидностей камней маловато, откровенно, но три всего-то. Впрочем, было бы их больше, было бы сложнее их собирать. Наверное, не знаю. Сама амуниция теперь делится не только на кинжал, лук и меч. Помимо них есть еще доспех, плащ и кольцо. То есть количество амуниции возросло вдвое. Из капитанов будут выпадать те или иные элементы и мы можем их свободно менять. Притом, модель их будет визуально тоже меняться. Соответственно, визуальная кастомизация присутствует, что замечательно. А то одна и та же модель Каталиона в первой игре откровенно достала. Правда, опять же, получается нестыковка в логике вещей. Мы можем менять мечи и прочее барахло, это понятно. Но мы ведь можем также заменить кольцо. То есть выковал ты супер кольцо, единственный в своем роде, а через час игры подобрал более крутой сворка. Ну то есть подобная концепция не более чем игровая условность, это понятно. И это вот как раз таки плохо. В DLC Паранегра с этим справились гораздо лучше, там вещи улучшаются перековкой, как бы доработкой, а не изменяются. Видимо, хорошая мысля приходит опосля. То, что валится сворков, тоже имеет градацию. Во-первых, по уровню. У нас, к счастью, нет ограничения на то, чтобы взять вещь уровнем выше нас самих. Но мы ее, в общем-то, и не получим, ибо орк не может дать шмотку круче, чем он сам. То есть придется убить более крутого орка, но не ждите, что если вы убьете на 50 уровне орка 75 уровня, то вам дадут шмотку 75 уровня. Нет. Вам дадут, скорее всего, шмотку 55 уровня или 52, как мне. Получается такая система сдержек и противовесов, чтобы игрок сам себе геймплей не ломал. Считаю это хорошей задумкой. Шмотки также делятся по цвету. Белая, как обычная фигня, желтая уже круче, а оранжевая и фиолетовая это эпик. В описании последних, кстати, сказано, с какого орка они были сняты. На память, так сказать. Помимо характеристик, одна от другой может отличаться свойствами. Это касается эпичных шмоток. Например, при ударе мечом есть шанс отравить противника, или один из навыков может быть вообще заменен другим с иным свойством. Получается, что можно действительно иногда менять геймплей, так или иначе. Без легендарного обмодирования, то есть желтого, его можно допрокачивать. Толеону на 50 уровне не солидно как-то бегать с клинком 30 уровня. Орки-то свирепеют и тоже качаются, как и Драугар. Я, если честно, так и до конца не понял, как эта система работает, но, судя по всему, прокачивать оружие можно только один раз. Выходит, рано или поздно эту шмотку ты все равно выкинешь. Но, как правило, именно рано, нежели поздно. К счастью, от них можно избавляться, пусть интерфейсы мешают. То, значит, зажми Y, чтобы продать, то сначала нажми X, потом Y. Фигня какая-то. Простые шмотки не нужны, ведь легендарные можно прокачивать без ограничений. Интересно сделана сама система прокачки. Чтобы атаковать железяку, необходимо пройти ее испытания. У каждой она своя. Например, убить капитана такого-то клана такого-то уровня или отравить столько-то врагов. Вот тогда уже качай. И плюс ко всему в игре есть комплекты вещей. Всего в игре шесть вроде бы кланов-орков, не считая тех, что в DLC с ними вроде восемь. Плюс девятый комплект Назгула. Комплекты это как раз фиолетовые вещи. Их нельзя допрокачивать, но вот они реально способны изменять игру кардинально. Например, в полном комплекте того же Назгула ты становишься реальным некромантом, у которого биты ворки постоянно восстают на его стороне. Комплектность градируется на две ступени. Две шмотки из комплекта и четыре. Как обычно, чем больше надето, тем интереснее бонус. И очень странно, что нет последней ступени на шесть шмоток. Вот почему мне интересно. То есть все комплекты состоят из шести вещей, но бонуса за шесть мы не получаем. Максимум за четыре. Это большое опущение, я считаю. Эпичность, выпадаемая из орка шмотки, зависит не только от силы орка, они тут тоже делятся на легендарных, эпических и прочих, но и от обстоятельств ее получения. Однажды один из ологов, убив меня, сломал мой меч, как зубочистку. Оказывается, тут тоже так можно. Он еще насмехался надо мной при встрече, что мол, я твоим обленком зубы чищу. Но если его убить, то ты вернешь себе это оружие многократно усиленное. Или вот если орк тебя замочил, то убив его в ответ, ты получишь особо крутой приз. Ну то есть особо крутую его градацию, а именно легендарку. Это подвигает чаще мстить. Мстить, кстати, можно из-за других игроков. Если кто-то из списка друзей поигрывает в тени войны, то когда они погибают, у вас на карте может рандомно появиться отметка. Фактически вы словно в Дарксоус попадаете в альтернативный мир того игрока. То есть там свой набор капитанов и прочего. Самого игрока там нет. Это просто перезагрузка карты с другими параметрами и капитанами. Вот и все. Можно прирезать одну цель, можно прирезать несколько, можно даже кого-то захватить. На игроке, за которого ты мстишь, это вообще никак не отразится. Просто появится надпись, что за тебя отомстили. Интересно, кто-нибудь видел, как я за них мстил? Я много за кого мстил. Знаете, детишки, я проливал кровь за вас. Не говорите, что все это было зря. За победу в сетевой вендетте ты получаешь сундук с рандомной шмоткой, а завербованные орки отправляются в гарнизон, откуда их можно потом извлечь на любой карте за внутриигровую валюту. По крайней мере, сейчас так. Раньше система была иной и вызывала горение жоп, притом вполне обоснованная. Чуть позже расскажу о ней, когда дойду до самого интересного, собственно, до орков. А пока о других миссиях. Эльфийские миссии, аналог испытаний с первой игры, только вот мы и делали это для оружия, а тут просто по приколу, за опыт, возможно, за очко навыков. В них мы играем в воспоминаниях Келем Бримбора, и судя по набору его навыков, он умел все то же самое, будучи еще не призраком. Ладно, спишем это на эльфийскую прыть. Пройденное испытание можно перепройти снова без ограничений, притом после первого в нем участия оно перенесется в могильник. Могильники это... Вот забыл, как это определение звучит на игровом сленге. В общем, на карте можно собирать разные цацки. Раньше это были рунические надписи, сейчас это... Рунические надписи. Да. Собрав эльфийское стихотворение, мы с этим знанием можем прийти к могильнику и открыть его, получив в награду шмотку из набора Светлый Властелин. Туда же перемещаются все эльфийские испытания, что очень удобно, если захочется, например, перепройти их на золото, и нужно будет бегать по всей карте, точнее, по всем картам. Также из подобного воспоминания Шеллоп. Нам дадут возможность посмотреть на ее воспоминания только тогда, когда мы соберем все его фрагменты. А пока же нам показывают секундный отрывок. Знаете, что мне это напоминает? Assassin's Creed 2 с их откровением про Адам и Еву. Там точно так же все подавалось. Чтобы разблокировать воспоминания, необходимо найти правильный ракурс, соединив мозаику. Если честно, это не всегда очевидно. И если бы не вибрации геймпада, работающие в качестве радара, я бы многое не собрал вовсе. Не представляю, как-то на клавиатуре такое проходить. Пора уже выпускать клавиатуры с вибрацией, вот что я скажу. Пусть лежат и вибрируют. В сбор артефактов или же в испытания можно также записать поиск хедиров. Хедиры — это псевдопалантиры. Ну, то есть, раньше это были просто башни, а теперь вот не совсем просто башни. Столько палантиров, чтобы на каждую крепость по несколько штук наставить просто не существует. Поэтому с уроночным олякал псевдопалантиры, венчающие верхушки таких вот башен. Это, как и раньше, наши контрольные точки, между которыми можно свободно перемещаться вне сражения. Кроме того, отбив такой хедиру с урона, мы можем использовать его в качестве подзорной трубы, отмечая на карте все спрятанные руны и воспоминания. И куда же, конечно же, без сбора артефактов. Как и в первой части, во второй мы можем поискать таковые по всему Тамриэлю. Ты шо ж такое? По всему Средиземью, разумеется. Знаете, откуда такие оговорки? Очень хочу поиграть в Моровинт. Он мне уже снится по ночам. Кстати, отличия все же есть. В первой части мы могли вертеть их, чтобы найти точку с воспоминаниями владельца артефакта. Тут же мы можем их вертеть, но искать ничего не надо, просто можем рассмотреть артефакт поближе. Когда минус Итель пал, уроча зараза растащила гондорские артефакты по всему Мордору. Так как Идриль была когда-то хранителем этих самых артефактов, она много о них знает, поэтому вертеть вещичками будем под рассказ как раз-таки Идриль об этой самой вещичке. И все бы ничего, если бы не отсутствие титров. Это минус локализации, и субтитров при рассказе об артефактах нет. Так что вообще ничего не понятно. А жаль. И я не уверен, но вроде бы эти артефакты дают процентную прибавку к здоровью Толеона. Но это не точно. Ну и разумеется, помимо Войны Кольца, или точнее противостояния Саурону, есть полноценные внесюжетные миссии. Их всего три линейки. Это миссия Гондора, где мы будем помогать Идриле Барануру освобождать пленников и искать те самые артефакты. Миссия Элториэль, в которых мы будем помогать охотиться за Назгулами и срывать их обряды по созданию суперкрутых орков. Хотя я вот не уверен, что миссия Элториэль внесюжетная. По идее, Краски наоборот, наверное. Ну тогда не знаю, третья или вторая линейка это миссии, скажем так, Лесного Бога. Помните, я говорил про лес? Это еще одна могучая сила наравне с Шелоп, которой мы помогаем. Очень интересная линейка, где орк-некромант, да-да, орк-некромант, который срать хотел и на Саурона, и на Назгулов, решает стать круче, чем раньше и пытается пробудить ни много ни мало Балрога и захватить его силу. Что захват силы Балрога, чего не мог даже Саурон, что орк-некромант, в принципе, это та еще от себя тенна, альтернативщина, но крайне увлекательная, должен признать. Ну и из мелочей можно еще ломать монументы разных кланов, получая за это самоцветы и беся орков. Монументы одноразовые, но при определенных условиях могут восстанавливаться. Каких условий? А если провалить оборону крепости? Вернемся к сюжету. Теперь наша задача та же, что и в первой игре, собирать армию. Если там мои половины игры были без способности одурманивания, то тут лишь в прологе. Однако пролог этот не такой уж, чтоб короткий, ну то есть где-то четверть игры. Ладно, пусть. Всего в игре четыре главы. Если я ничего не напутал, в начале первого акта мы получаем способность переманивать орков, во втором акте мы начинаем осаждать крепости, а в третьем заканчиваем сюжетную арку. Возможно, я где-то был неточен. Короче, тут все как обычно. Выслеживаем капитанов орков по старой схеме и убиваем их, либо переманиваем на свою сторону светлого лорна. Переманивать теперь стало тяжелее, чем в первой игре. Если уровень орка выше, чем уровень Толеона, его невозможно завербовать. Вместо этого его можно добить, получив руну, ну то есть шмотку, их проще называть рунами, либо же опозорить. Это новая функция, понижающая уровень орка, чтобы при следующей встрече была возможность его таки завербовать. Ну и, наверное, пришло наконец время поговорить о самом вкусном в этой игре, самом-самом-самом. Об орках. С чего начать? Вспомните, какая интересная система под названием Неметис, кажется, была в первой игре. У орков были свои характеры, свои сильные, слабые, бесячие стороны, свой внешний вид, и все это генерировалось случайно на ходу. Так вот, в тенях войны все это просто умножили в несколько раз. Разнообразие орков тут во многих аспектах такое, что всего и не увидишь за целое прохождение. Я уверен, что я не увидел всего, а наиграл я 65 часов. Орки теперь могут спокойно ездить на карагорах, и вообще их полку прибыло. Помимо орокхаев, то есть орков, по локациям на тех же правах шастают олокхаи, то есть тролли. Вроде бы в каноне они сильно тупее орков, но, видимо, не в этом каноне. Тут это новый тип врага, с которым стоит считаться. И ологи тоже могут стать капитанами или даже вождями. У каждого капитана есть теперь положительный и отрицательный более широкий набор, чем раньше. К положительному относятся неуязвимости, при том, к чему угодно, хоть к казни, хоть к огню, хоть к атаке зверей. Классовые качества. Да, теперь орки делятся на разные классы. Вообще, тут даже внутриигровой журнал такой есть, чтобы провести ликбез по культуре орков, ведь теперь есть несколько кланов, и у каждого особенность ведения боя и внешнего вида. И все это смешано с разными классами. Стрелок, ассасин, танк, командир и прочее. Согласно классу, орк может иметь разные способности, влияющие на отряд. Например, он может постоянно призывать дружину, или рядом с ним другие орки будут впадать в ярость или станут неуязвимыми к дистанционным атакам. Полно всего. Разнообразие в игре касаемо орков просто огромное, повторюсь. Ненависть это то, что орков сбесит. Сбешенный орк начинает атаковать нон-стопом и становится крайне опасен, особенно в толпе. А если вместе с ним начинают беситься все, туши свет. У них для этого теперь даже знамена есть специальные, это тоже умение капитана. Или его может бесить, когда через него перепрыгивают. Или просто обычные раны. попадают в ярость. А есть еще такие орки, сорванные башкой, которых бесит все. У них так и написано. Бесят все. Притом они могут реально сбеситься на ровном месте. Я сам видел, выжидая время для атаки, как впавший на ровном месте в ярость орк-капитан, телохранитель вождя, просто убил и вождя, и другого телохранителя. Обычно, кстати, их сущность отражена в именах. Имена те же, что и раньше, с добавками, но откликухи теперь гораздо разнообразнее и, например, спятившему орку дадут имя Безумный. Например, там Ог Безумный или Пог Бессмертный. Притом эти приставки могут динамически меняться. Опять же, спятил орк, станет Безумным, предал тебе, будь предателем или еще кем-нибудь. Ладно, об этом потом. Последняя положительная категория это бонусы. Туда входит, например, отравленное оружие или огненное оружие или проклятое оружие. Тут теперь такая градация есть. Или орк вообще будет иметь личного ездового карагора. Такие вот, короче, моменты. То есть, всего 4 положительных категории. Например, орк до усырачки боится мух и бросится бежать на утек от них или боится, когда на его глазах казнят союзников или еще нечто подобное. Возможно, даже его можно прирезать одним ударом, если воспользоваться такой слабостью, но это теперь уже редкое удовольствие. Уязвимости это классические слабости орков. Уязвим, к примеру, для скрытных ударов, для стрельбы в голову ну и мало еще для чего, да? Ошеломление это то, что орк ошеломит. В ошеломленном состоянии вон временно груша для битья. Кого-то ошеломляет вид зверей, кого-то призраки, мало ли у кого какие капризы. И последняя категория советы. Самая бесполезная, потому как является просто выжимкой из всех прочих категорий с подведением итогов. И итоги там, как правило, всегда одни и те же, мол, бей казнями, стреляй в башку, там скрыт нарежь. Да, арсенал орочих качеств сильно расширился, и если прибавить к этому автогенерацию типа орка, то становится совсем весело. Нарваться на орка с типом берсерк, который будет впадать в ярость вообще от всего, это то еще приключение, особенно на высоком уровне сложности. А орки со щитами это вообще полнотас. Все благодаря улучшенной системе боя. Системе, мать ее, адаптации. Раньше как было, орк со щитом отражает удары, но через него можно прыгать и бить в спину. Как сейчас? Да все так же. Конечно же, есть те, кто тебе не даст запрыгнуть на себя. Ну так такое и раньше было. Ну вот ты прыгаешь, через него прыгаешь, а потом хопа, орк приспособился. Да, все, теперь через него уже не перепрыгнешь. Вообще никак. Он стал сильнее. Болел его с ног, наносил ему удары кинжалом, он и к этому скоро приспособится. Орк из Теней Войны, он как орк из Вахи. Может приспособиться практически ко всему, спадя на нет в любые попытки его убить. В итоге я не раз натыкался на неведомого мутанта, которого вообще непонятно как убить. В первой игре такое было нонсенсом, здесь же подобное сплошь и рядом. И это трудно назвать минусом, из-за гибкой системы развития самого Талиона и горы его возможностей с телохранителями. Да, если ты победишь такого урода и сделаешь телохранителем смерть клопам и мухам. Правда, может так случиться, что и его конями затопчут. Что уж поделать. Система адаптации орков к окружающей суровой действительности настолько шагнула вперед, что убить капитана теперь может быть той еще проблемой. То есть, не просто его убить, а убить окончательно. Помните, как я рассказывал в обзоре на первую часть, что мне повстречался орк по имени Крош. Он технически был Кхрош, но буква Х, как известно, не читается в английских именах. Я еще тогда шутил, мол, хорошо, что не Лосяш. Этот Лосяш был убит мной трижды, но постоянно возвращался, чудом выживая, и в итоге в финальной осаде оказался командиром вражеских вождей. Так вот, тут чудом выжить у орков стало в порядке вещей. Еще в начале игры в прологе в Миннесителе я наткнулся на орка, который еще так разговаривал забавно. Окей, окей. И вот потом уже только свою фразу нужную говорил, да? Я убивал его пять раз. Пять раз я его убивал, пять раз он возвращался. Притом, сначала я его вообще нечаянно сжег. Я, видите ли, охотился за другим капитаном, а тут вообще норма дела, когда бежишь за одним или от одного, что чаще, и цепляешь еще трех-четырех. Вот подцепил я одного такого, нечаянно его сжег во взрыве бочки, а потом он нашел меня. Он оказался негорящим. У него теперь такая кликуха, кажется, даже была. Притом, по коже в волдырях видно, что он не столько негорящий, сколько быстро гаснущий. И еще три раза я рубил его в капусту, но он постоянно возвращался все более изуродованным и все более злым. Притом, тут орки тебя помнят гораздо лучше, чем в первой части. И как ты их убивал, и как они тебя предавали. А да, тут тебя могут орки предать. Например, если ты тронул их кровного брата, тебе такое, скорее всего, не простят. Да, тут еще есть пара кровных братьев, тут дофига вообще всего есть. Ну и вот, на пятый раз я его таки убил окончательно. И похоже, случалось не раз. И даже нет уверенности, что я убил его окончательно. Я потом его, кстати, встретил. Я потом скажу, где я его встретил, но это уже немножечко другой тип контента. А уж сколько тут вариаций их действий. О, господи, ты, например, можешь вызвать Карагора, вместо него приедет орк на Карагоре, мол, ну ты ж звал Карагора, шо ж ты такой недовольный. Вообще, тут засады, это постоянное явление. На засады они теперь мастера. Во время боя или просто во время путешествия могут напасть спиной и как даст тебе так вот хопа, иногда даже парой. Они могут намеренно охотиться на тебя, дабы отомстить и появиться совсем внезапно. Они могут мстить за то, что ты их опозорил. Они могут от позора сойти с ума и перестать разговаривать нести полнейший бред. А могут не просто сойти с ума, а стать маньяками, которые скакнутся раз на 20 уровней выше твоего и начнут за тобой охотиться. Может появиться орк-мститель за всех убитых тобой орков. Может появиться орк-мстящий за наших орков, союзников, которых мы не успели спасти и тех убили. Может появиться орк с фразой «Тебе послание от темного властелина» и последующим ударом подыхали по башке. Орки знают про то, что ты шпионишь за ними, знают, что ты внедряешься к ним в окружении. Они узнают предавших их орков, знают о том, что ты кого-то опозорил. Всех вариаций событий просто не упомнишь. Имена у них тоже забавные. Могут появиться орки с кликухой «Снежинка», например, или какой-нибудь «Больк-поэт». И вон тут реально будет поэт, орк, который разговаривает стихами. Сука, он реально разговаривает стихами. Когда мне советовали эту игру, как раз говорили, что я просто обязан встретить орка-поэта. Я встретил его чуть ли не первым же, вот еще в прологе. Потом я вернулся, будучи уже прокачанным в Минус Итель, и нечаянно, к сожалению, его убил. Больше я такого не встречал, увы. Но это все-таки тоже автогенерация, он еще мог появиться. Сами понимаете. Еще мне рекламировали орка по имени Гриша. Куда уж без него, это уже прям просто притча во языцах. Да, я не знаю, кто из разработчиков так прикололся, скорее всего, они просто не в курсе, что у нас есть такое имя Гриша, но звучит же реально как-то по орочи. Гриша. Ну, сами понимаете, да? В итоге, да, у меня тут был орк по имени Гриша. С интересной такой приставкой, об этом потом скажу. Ну и куда уж без кроша. Да, целых трех крошев, по правде говоря. Первого я нечаянно затоптал граугом, это вообще было весело. Орки тут, как и раньше, повышают свои уровни, устраивая себе испытания, и часто им устраивают засады их же конкуренты. А если ты, скажем, послал союзного орка в эту бучу, то тут их уже будет трое. А если ты своему орку послал еще двух на подмогу, ну то есть в этом случае наверное только одного максимума, но вообще можно до трех слать сразу своему орку на подмогу своих же союзников. Короче, полез орк охотиться на грауга, который на него напал. Я под шумок грауга оседлал, всех растоптал, пока гнался за ним, растоптал еще двоих капитанов, и одним из них оказался крош, о чем я узнал из посмертной записи. Печаль моя длилась недолго, очень скоро я встретил еще одного кроша и завербовал его. Он храбро сражался за меня на арене и сдох. Да, теперь тут есть арены. Третьего кроша я нашел в DLC, но он оказался предан темному властелину. Да, теперь орк вполне может сказать «Пошел ты!» и не поддаться вербовке. Плюс меня лично порадовала возможность не просто устраивать испытания или столкновения своих орков с вражескими, но и посылать им подкрепления, я уже об этом сказал, по-моему, этого очень не хватало в прошлой части. В итоге трое на одного, иногда и на двоих это вполне поорочи, это реально весело. Вернемся к сюжету. Переманивая орков на свою сторону, мы находим Олога по имени Бурс, аналога Крисария из оригинальной игры. Самое забавное, что и самого Крисария мы тоже встретим. Удивляться тут совершенно нечему, тут орки столько раз выживают после критических повреждений, их сжигаешь, разрубаешь напополам, а Крисария всего лишь получил дубины по башке от башни. Подумаешь, Пурс учит нас осадного мастерства. Да, теперь мы должны брать орочи крепости. И что сказать, выглядит это реально эпично. Сначала подготовка. У нас открыто несколько ячейк для наших капитанов. Помещаем капитана в ячейку, если хотим, покупаем улучшения. Например, можем купить штормовых Ологов или катапульты, можем даже дракона прикупить, да, он будет летать и сжечь там всех подряд, включая нас. Покупка идет как раз таки за особую валюту, и сдается мне, раньше она была золотом. Не уверен, сейчас это просто условная валюта, за которую прокачивается крепость и орки. В общем, заполняем ячейки до отказа и начинаем штурм. Штурм это что-то. Сначала вождь крепости толкнет речь о том, какое мы говно и как он всех нас растопщет одной левой. Потом наши капитаны что-нибудь пошутят. Потом Толеон как истинный воевод как заорет в атаку! И все просто толпой бегут собственно в атаку. Я очень скомканно об этом рассказал, но это надо просто видеть. В этом надо участвовать, чтобы понять насколько же это круто сделано. Да, не идеально. Много фишек можно было бы почерпнуть из того же Молтенблейд шедеврального, но и то, что сделали реально классно и реально увлекательно. Орки толпами бегут, орут, погибают. Ты на правах командира тоже участвуешь в бойне. Цель захватить несколько точек. Ты просто стоишь на ней и ждешь пока тебе не скажут, что собственно говоря конец. Тогда ты отправляешься на следующую точку, враги убегают, союзники бросаются в погоню. Тут кстати союзных капитанов могут ранить и они будут истекать кровью. Восстановить их можно, но делается это не мгновенно. Если учесть какие-то толпы врагов ходят и каждую секунду тебя кто-то атакует, а на высокой сложности 2-3 пропущенных удара это смерть и провал осады все с самого начала еще и ресурсы потеряешь, то по итогу осада это верный способ потерять немало орков. Их кстати могут даже взять в плен и будут задания по их освобождению. Охренеть как тут много всего. Но скорее всего их конечно же убьют. Алягер ком Алягеру. Когда захвачены все точки, орки включая капитанов сдаются, но в самой крепости еще жирует вождь. И в тронном зале начинается заварушка. Иногда это очень тяжело, если силы превосходящие от одного олога я минут 20 бегал кругами прежде чем его заборол. Вот тут опять же хочется сказать как же хорошо что есть возможность на миссиях я подчеркиваю на миссиях призывать телохранителей и транспорт. В отличии от GTA Online где ты покупаешь их просто для галочки а на миссии вызвать не можешь. По окончанию осады Толион выходит на балкон и даже не крича ревя о великой победе говорит что вы еще на шаг стали ближе к завоеванию Мордора и вообще скоро всем писец однозначно. Во время одной из таких речей Бурс нас предает после чего во первых Толион возмущается как же так это что же получается ты говорил что кольцо их подчиняет а там оказывается вон от чего у них оказывается сохраняется свободу воли килимбрибор ёпта ты чё совсем шут поехал а во вторых нас учат еще двум аспектам игры это предательство о нем я уже рассказал и собственно оборона крепостей оборона от осады отличается только направлением движения и отсутствием битвы в замке точно так же ставим капитанов на места точно так же покупаем улучшения типа там укрепление стен или лить там масло сверху на врагов или там катапульт еще что-нибудь такое кстати во время осады капитана врага в крепости это не просто сильные орки это еще момент обороны как и у нас у них каждый капитан отвечает за что-то например за укрепление стен и как и раньше такого вот генерала их вечным то капитанами то генералами короче такого орка можно нейтрализовать тогда вместе с ним будет нейтрализованная линия обороны а можно сделать веселее наербовать орков и приказать им внедриться к определенному генералу телохранители и во время осады они просто-напросто придадут его начав резко резать и его и других союзников но это разве не прелесть в общем все это без сомнений весело даже не сомневайтесь после завоевания крепости открываются бойцовские ямы та самая арена там мы можем выбрать своего орка и заставить его сражаться с рандомным орком врага или другим союзным насмерть разумеется и вот это нововведение весьма спорное оно интересно только первые несколько битв а потом уже утомляет во-первых такие дуэли ты без арены уже видел когда приказывал внедриться к вражескому капитану во-вторых Толион он не участвует в дуэли игрок просто наблюдает со стороны что немного скучновато даже в первые разы а потом так и подавно в-третьих тут раскрывается все недочеты искусственного интеллекта врага орки могут тупить не по-детски просто как ослы тупые себя вести в результате слить бой более слабому врагу они могут жевать сопли не атаковать врага по полчаса хотя тайм-таймер всего на 2 минуты но по ощущению все полчаса да могут не использовать способности не обращать внимания на атакующих короче тут за дело берется рандом при мне не раз орк 30 скажем уровня побеждал орка 50 последнему казалось бы нанести всего 3-4 удара и все победа но нет он просто стоял и ворон считал а вот рандомайзер более слабого орка заставил его регулярно использовать сильные удары и вуаля бой слит или наоборот выигран такой тоже бывало так что арена удовольствие спорное зато верный способ поднять уровень союзника а если те продуют то тот кто их зарезал после окончания боя остается на арене и медленно так покидает ее пешочком давая возможность его тут же захватить то бишь восполнить потерю к тому же арена делится на три части по сложности и за победу в каждом типе боя нам единовременно выпишут приз последним из которых станет возможность усилить крепость еще больше есть также сетевые бойцовские ямы сражайся с орком другого игрока а есть и сетевые осады все по той же схеме все то же самое почему бы нет и если уж говорить об орках нельзя не упомянуть одного конкретного однажды попав в действительно сложную ситуацию уже матерясь от безысходности и готовясь быть убитым мощным орком даже не просто орком а ологом вместо добития я увидел как на сцену врывается орк с огромным молотом топором или что у него там в руках аннигилирует нахрен врага и говорит мне что мол я еще не готов к смерти и смывается он появлялся еще раз или два не помню точно это случайное событие этого орка зовут Форт Хок убийца орков и это необычный персонаж это исполнительный продюсер этой игры который на стадии разработки боролся с раком и скончался так и не дождавшись его выхода коллеги таким образом решили увековечить память друга и ввели персонажа в лор игры на самом деле это очень хорошая тенденция мне бы например очень хотелось чтобы Неолакса ввели в лор Дарк Соулс или Элден Ринг например неважно к сожалению акт был подпорчен скажем так мягко неразумными действиями издателя Warner Bros это дополнение было платным и продавалось за 5 долларов 3,5 из которых за вычетом всяких там налогов сборов платформы стим и прочего шли семье разработчика мысль на самом деле благородная но игроки заметили маленькую такую сноску о том что семье идут только деньги собранные в продаже DLC на территории США а как же быть с остальными деньгами куда остальные то идут на это Warner Bros ответили что мол не переживайте мы не зарабатываем на чужом горе и как бы все да как я понял все сразу же замолкли мол вы воруете неа понятно конец вот конец диалога вообще то DLC вне территории США тоже стоит денег куда эти деньги и девают ответа нет даже если намерение монолит благородный издатели походу им хорошенько так в малину насрали и доверять словам игроки не желают тем более что это не первый скандал по поводу игры первый и самый громкий состоялся еще до выхода а также во время выхода и после выхода и касался микротранзакции куда уж без них в современности микротранзакции это вообще один из бичей индустрии апофеоз жадности разработчиков и мало заработать на продаже игры на продаже DLC со шкурками персонажей и прочей симс кастомизации так еще и за победу можешь заплатить формально это не pay to win так как ты можешь сам всего добиться но ты можешь как бы ускорить так немножечко свой игровой процесс заплатив реальные деньги ничего не напоминает? мне вот напоминает любые бесплатные ММО которые бесплатные но муторные пока не задонатишь и в тенях войны можно купить элитных орков за элитные рубли вот только вопрос зачем да с ними легче взять форт что в одиночной кампании что в сетевой игре что уже конечно же весело в сетевой игре можно использовать pay to win и платить в одиночной кампании за прокачку господи боже мой серьезно но знаете ли касаемо кампании тут можно всего добиться своими силами при том я не о слабых орках говорю они хоть все сдохнут ты все равно можешь лично выиграть бой хотя это тяжело на высокой сложности но вполне возможно я как тот человек который играл на этой сложности говорю это возможно а что до сетевой игры то она сетевая чисто условно я уже говорил то есть второй игрок никак в ней не участвует он ничего не теряет в результате всем по барабану победил ты или проиграл ты не потерял ничего кроме орков ты не получил ничего взамен кроме каких-то там лутбоксов которые кстати тоже можно покупать чтобы потом прокачать орка которого можно прокачать и за деньги да великолепное вложение что сказать по сети пролетела история одного из таких донатеров за кругловатую сумму он накупил элитных орков которые все до одного его предали позорно замордовали и затоптали конями вот это я понимаю долгоиграющая инвестиция сука на игру наехали с такой силой что ворнеры сдались чему монолит скорее всего был только рад я никогда не поверю что им хотелось вводить туда микротранзакции тем более передавать скандалу их по-настоящему хорошую акцию ту что про помощь семье умершего коллеги и таки да игра была переделана возможность транзакции отключена уже внесенные деньги конвертированы в артефакты прокачка орков а также перемещение их между областями карты теперь осуществляется за ту же валюту что и прокачка крепости баланс говорят был сильно изменен я не знаю каким он был раньше возможно действительно без доната все было патово и мои слова насчет того что можно было легко пройти все самому не верны но сейчас я играл уже на новом балансе и на сложности кровный враг и вот что могу сказать я не испытал практически никаких неудобств связанных с прогрессией я даже пожалел что взял такой легкий уровень нужно было подумал я взять его повыше я потом его взял в DLC и пожалел но об этом позже меня долго запугивали гриндом но я не встретил там никакого гринда как такового по крайней мере в количествах которые начинают бесить вообще если уж что-то и вменять в вину игре то это точно не гринд о нет детишки у нее есть другие проблемы проблемы иного характера проблемы доводящие до белого коленя вообще я к чести игры скажу что вот такая вот большая часть этих проблем раскрывается постепенно и довольно нескоро и знаете игр без косяков не бывает и по-моему это счастье когда бесячие косяки раскрываются на 50-м часу игры а теперь о них управление с первой части практически не изменилось в лучшую сторону но как было квадратно-кнездовым так им и осталось Толеон постоянно прыгает не туда куда надо постоянно видна доводка попасть именно по нужному орку это целый квест да хрен ты попадешь именно по тому по которому метишь просрав добивание ведь они никогда не ходят по одному этот дебилизм раздражает так же как и в первой игре перемещение в толпе это просто постоянные прыжки через орков просто вот как через скакалку а если эти орки не дают через себя перепрыгивать то ты запросто можешь попасть в ситуацию когда ты зажат в угол и при попытке встать персонаж будто бы сам прыгает на орка и его тут же валят обратно на землю так по кругу из-за кривого управления попытка бегом отступить скорее всего превратится в цирк шепито и если на легком уровне сложности убегать вообще нет нужды то на сложном это необходимость которой просто не избежать при том на уровне сложности выше моего у тебя нет такой возможности как последний шанс убили слил катку в итоге эти моменты начинают раздражать так сильно что хочется просто волком выйти ну серьезно в такие моменты думаешь да какого ж хрена кто-нибудь вообще тестировал эту долбанную игру это же просто невозможно играть сука гораздо меньше бесит погода ну конечно да разумеется кто бы сомневался я тут просто хотел немножечко так побухтеть на эту тему тоже на тему погоды как старик да которому погода не нравится тут меняется время суток и погодные условия и это хорошо но система сражения рассчитана на то чтобы ты видел что тебя атакует а во время дождя или снегопада просто не видно что тебя бьют но это правда мелочь и вопрос настроек наверное яркости или контрастности ночи тут нормальные и в отличие от Horizon Zero Dawn тебя не отправляют на сюжетные миссии преимущественно по ночам да и потом тут можно ускорить события вместе со временем суток поэтому ладно в качестве косяка это можно не принимать в отличие от локализации название кланов и классов орков тут сплелись в каком-то безумном винегрете далеком от правил русского языка они напоминают песню группы Любе заглянул в глаза ты смерти гвардии сержант вот тут все орки такие же гвардии сержанты вот например ужаса командир что это такое а это знаете ли орк класса командир из клана ужаса ага мы так и поняли спасибо как я понимаю в английском там офф который вроде как обозначает принадлежность если я ничего не путаю а я вполне могу а в русском языке такого разумеется нет в итоге название классов лучше не читать чтобы не подавиться печенькой от смеха еще один недостаток часть саундтрека которая переехала без изменений с первой части вообще саундтрек что там что тут мне не понравился он неплохо вписывается в атмосферу это все еще не атмосфера толкиновского средиземья это скорее атмосфера такого орочего гетто но все же такой уж игр и стиль и вот такая вот халтура я не люблю подобное но право же вот лучше уж это лучше уж это чем самый гнусный и самый мерзейший косяк игры знаете какой разговорчивые орки ох и любят же они присесть на уши в первой части это тоже раздражало но их монологи были куда более короткими тут же тебе сука расскажут целую поэму я сейчас не шучу орк медленно вальяжно и долго будет читать монолог а ты в это время молись чтобы рядом не оказался другой капитан который следом тоже зачитает свой рэп эти монологи нельзя пропустить вот в чем проблема это сука нельзя пропустить миссия орков выглядит так сначала один орк читает монолог потом другой орк читает монолог если он этот орк есть при том орк еще тебя не встретил он просто читает так сказать вступительной миссии монолог когда он тебя встретит он тоже читает монолог при встрече если он хочет сбежать он еще прочитает монолог побега не дай бог ты при этом вступишь в бой с несколькими капитанами ударив каждого ты прослушаешь долгий монолог ребят некоторые монологи по ощущениям длятся минуту я не шучу я правда не шучу тут субтитры переносились до трех раз до трех раз как же они любят потрындеть или морил мне в корону сказать что это злит бесит доводит до белого коленя это все равно что промолчать от такого раздражающего фактора можно улететь нахрен на луну на жопной тяге хочется просто взять и бросить игру какой мудак решил что непропускаемые монологи орков это хорошая идея увековечить его пожалуйста тоже в качестве орка я гарантирую онлайн у вас тут же подскочит потому что все игроки планеты зайдут в игру чтобы как полагается по канону отыскать воедино созвать единую темную волю убить обоссать оплевать закопать и надпись написать что папа была собака господи какой же это писец непередаваемый впрочем плюсы игры значительно перевешивают этот недостаток должен сказать иначе просто играть было бы невозможно и один из самых заметных плюсов в моих глазах это развитие сюжета охотясь на назглав с алтериэль она ведь алтериэль я постоянно боюсь перепутать ее имя какой-то она уж больно заковыристая для эльфа там слишком много согласных мы понемногу узнаем их историю историю назглав в оригинальном лоре о них вообще ничего неизвестно кроме того что это 9 величественных сильных мужей ну то бишь мужчин и про короля чародея известно что он был ангморским королем колдуном поэтому собственно говоря бич кинг здесь же истории некоторых приоткрываются и по-моему это шикарно тут даже внешность им сделали уникальную хотя тут какой-то явный косяк она то уникальная в одних сценах то в других она одинаковая у всех кроме короля чародея странно вот если бы еще их сделали непрозрачно зеленоватыми обычными черными было бы лучше понятное дело что они пока еще не до конца воплощены но эта призрачная оболочка смотрится как ну что-то не знаю невнушительно она короче смотрится а вот посмотрите на коллекционную статуэтку тех самых назглав ну другое совсем дело было бы такое в игре было бы гораздо круче согласитесь убить назгула нельзя можно лишь изгнать потому как они рыбы тех самых девяти колец которые отдали людям и изгоняя их мы как бы заглядываем в их воспоминания о прошлой жизни одним из назгулов оказался суладан он когда-то давно захватил крепость саурона тот сдался и в качестве дара преподнес то самое кольцо ну и постепенно кольцо его поглотило хитрожопый саурон вторым разоблаченным назгулом хотя я не помню их порядок точный стал хелм молоторукий однажды к его дочери пришел свататься какой-то мужик знатный но он отказал кстати хелм если что вождь рохана в итоге этот хрен то ли сговорился с дочерью то ли втихаря устроил засаду на хелма и убил того но саурон вместе с келембримборичем который думал что творит бобра надели ему кольцо на палец и хелм ожил пришел домой где дочь уже успела обжениться с тем хреном впал там в берксерский раш и покрошил в капусту всех включая дочь и собственную стражу весело ничего не скажешь ну и третьим назгулом и вот тут вообще неожиданный поворот для меня был по крайней мере оказался сам Исельдур тот самый дядька который хирургическим ударом на отмаш срезал кольцо с пальца саурона разуплотив в того на долгое время мало того что он отказался уничтожать кольцо он еще в итоге попытался убежать с ним и при попытке переплыть реку был застрелен орками туманных гор это известно всем но как выяснилось орки по приказу разуплощенного но кое-что еще могущего как старый хрич да саурона достали труп из реки и напялили на руку кольцо власти после чего труп ожил став настоящим некромантом да сила назгула и сельдура в некромантии чем он и будет пользоваться насылая на нас призраков защитников миносителя и даже самого кастомира жуть однако даже такой интереснейший поворот не сравнится с главным сюжетным поворотом и личностью еще одного назгула как я уже говорил одержимость келемрембора кольцом из-за воевания мордора видна невооруженным глазом финальной битве Толеону удалось не просто победить и сельдура сила светлого сталина стала как бы вообще считалось невозможным таким образом назгул освобожден от влияния кольца но келемрембору все не дает покоя лабора настоящего темного властелина и он решает подчинить себе этого назгула Толеон справедливо решает что он в таком случае ничем не лучше саурона и отпускает бывшего владыку гондора добивая его фактически и сельдура больше нет и назгул стало восемь официально конечно эльфу это не понравилось поэтому тот недолго думая предает Толеона вселяясь в алтериэль с ее же согласия мол я должна мы все должны главное уничтожить саура ну короче все решают свои проблемы а Толеона бросили умирать ведь без призрака не дающего умереть он становится тем же смертным с перерезанной глоткой но Толеон не так-то прост он до последнего борется за жизнь понимая теперь что хотела сказать ему шелоп тоже нам пытается сказать в принципе всю игру благие намерения легко доводят до беды если тобой движет одержимость и жажда власти ведь килимбримбор не просто хочет победить саура но он хочет его подчинить что вообще не слыхано согласно видениям будущего шелоп это случилось бы если бы не решение Толеона но светлый эластелин на месте темного творил бы все то же самое что и темный короче разницы для обычных людей нет совершенно никакой все те же разрушения и войны и желая положить этому конец Толеон надевает кольцо и сельдура валяющаяся тут же неподалеку то есть фактически он становится одним из девяти назгулов круто да по-моему безумно круто если теперь он его снимет то умрет ведь оно так же не дает ему умереть да и вообще чем мы по большому счету раньше отличались от того же назгула такие же бессмертные такие же могучие носим такой же по силе кольцо теперь мы назгул официально вместе с кольцом нам дарована возможность и сельдура а именно некромантия отныне эльфийская способность выплеска ярости за неимением эльфа внутри нас заменяется на некромантию призыв духов господи наконец-то мне дали сыграть хоть в одной игре за нормального некроманта другая же способность связанная со светом тоже трансформируется способность тьмы в поднятии случайных мертвых орков в округе также мы получаем снаряжение из комплекта назгула и вообще визуально теперь мы заметно меняемся темные доспехи плащ даже маски назгулов доступны вместо светло-синей эльфийской дымки бледно-зеленая или ярко-зеленая меч светится некромантическим зеленым светом а сам Толеон напоминает меня когда я не высыпаюсь бледно и круги под глазами у меня разве что черных прожилок нет и глаза оранжевым огнем к сожалению не горят было бы классно кстати но самое заметное изменение это отсутствие диалогов раньше внутри головы вечно вещал Келем Бримбор а сейчас там тишина с редкими монологами самого Толеона о том что конец близок но он должен сражаться иначе кирдык всем а ну еще конечно же король-чародей телепатически уговаривает Толеона сдаться ведь все равно же раньше или позже ты не сможешь противостоять силе кольца такие его страсти и это еще не все с геймплейной точки зрения помимо кастомизации и комплектов вещей появляется возможность воскрешать капитанов вот тена я первым делом воскресил конечно же кроши воскрешенный капитан больше не растет в уровне и теряет индивидуальность полностью также становится доступен квест помните того орка-декроманта так вот мы его в конце линейки загасили но его подручные сумели его воскресить и теперь он обосновался в минус-моргале на арене окружил себя воскрешенными капитанами которых ты всю игру убивал и это реально жутко эти разум сохранили и они тебя прекрасно узнают я хорошо помню почти всех из тех кого там встретил и они меня тоже хорошо помнили о чем не забывали упомянуть в общем жуть настоящая и дико интересно правда орк оказался слишком уж крутым но я все равно его загасил а следующий пункт по сюжету это отбить сам минус-моргул у короля-чародея тот говорит мол хорош дурака валять ты уже и так назгул но Толевон борется до последнего и с Сауроном и с Кольцом в палантире он видит что случилось с Элториэлем и Келембримбором те добрались до самого Саурона и вступили с ним в бой он малость охренел от такой наглости в итоге эльф реально решил подчинить Майера но Саурон тоже на эти ленилы комшит отхреначил нафиг пальцы Элториэлем и полез душить Келембримбора от такой неслыханной наглости лор Средиземья начинает колбасить и в итоге и Саурон и Келембримбор сливаются в вечном экстазе ну точнее в вечной битве образуя то самое всевидящее око опа вот так вот а Элториэль подбирает кольцо и убегает в DLC сам же Толеон остается и такой вечной с занозой на теле Мордора практически он сейчас повелитель Мордора Саурон конечно же там владыка всего где-то присутствует где-то там же непонятно где присутствует светлый властелин Келембримбор но править всем получается именно Толеон он собирается сдерживать связанного по рукам и ногам Саурона столько сколько сможет хотя и понимает что это не навсегда однако крепости кто-то принимается осаждать и весь четвертый акт это как раз таки оборона крепостей его и называют гринделкой хотя как по мнению так уж это долго и муторно это уже не входит в основной сюжет так как он фактически закончен но чтобы увидеть истинную концовку нужно пройти все осады заканчивается все закономерно Толеон целых 60 лет боролся с кольцом но как и остальные короли прошлого в итоге он был им поглощен после чего с распростертыми объятиями был принят в шайку девяти призраков кольца по уверениям разработчиков Толеон даже засветился в кинотрилогии Питера Джексона аж дважды первый раз он был из числа тех назгулов которые явились в шир за Фродо вот он где-то среди них в этой сцене второй раз его можно увидеть после гибели кольца когда радруин начал извергаться и одного из назголов сбило магматическим камнем вот в этой сцене ее даже в игре воспроизвели таким образом после уничтожения Саурона все призраки кольца освободились и Толеон разумеется тоже в финальной сцене он сбрасывает себя доспехи и оружие и уходит в свет приятный конец интересного персонажа но у истории есть продолжение пришло время поговорить о DLC начнем с плохого продавать шкурки за деньги это теперь на теле традиция тут пошли немножечко дальше решили не просто продать новый внешний вид орков а как бы так сказать добавить новый клан в итоге добавилось аж два DLC два клана у каждого свой внешний вид и способности кроме того есть как бы миссии которая заключается в том чтобы сразиться с орками этого клана ну то есть ничем вообще не отличается от того что было в игре до этого только за это ты еще и платишь отдельно сами орки по внешнему виду не скажу что как-то разительно отличается от тех что были учитывая гигантское разнообразие оригинальных орков я не могу с точностью сказать даже что видел всех и я бы просто даже не отличил их от тех что были добавлены DLC разве что по названию короче халтура самая настоящая у нас тут видите ли миллион орков купите еще 20 штук круто спасибо может там еще есть кроме того DLC за 5 баксов с увековеченным разработчиком его кстати сделали бесплатным включенным в оригинальную игру да есть есть сюжетное дополнение точнее даже два видимо между королем чародеем и итальоном состоялся примерно такой диалог все сюжет кончился иди отдыхай а нет стой стой мы же с тобой еще кадры для DLC не сняли но я хочу отдохнуть у меня законный отпуск ты подписал контракт сука да в первом DLC мы играем за Элтериэль сюжет начинается там же где он для нее закончился она сбежала из Барадура и тут и значит Галадриэль по мобильному звонит и говорит мол слышь ты че сюда за савуроном что ли шла я тебе зачем отправлял охотиться на назглух ну так охотиться на назглух кот лезешь вообще вот там как раз твой дружок именно сморгули сидит иди прихлопни его ну она и идет точнее уже мы в ее роли идем схватки с Толеоном кстати радует тем что он реально использует все те же умения что мог использовать игрок кидает ножи высоко прыгает воскрешает орков ну и Толеон как бы говорит дур ты набитая мало того что предала мне так чуть теперь мешаешь лучше помогла ну и мы идем помогать а че делать тут как раз начинает крепость осаждать какие-то непонятные силы и очень скоро выясняется что это два назгула решили пока король чародей разоплощен захапать себе власти тоже вообще я думал что у назгулов там коммунизм но вон как но должен сказать что в принципе это длс полно странных и противоречивых решений например это не просто назгулы это женщины да как выяснилось тут в средиземье есть местный Китай и вот эти две китаянки забороли двух назгул как почему пес их знает забрали кольца прикончили правители и в общем все как понакатаны ага вот тебе и девять сильных мужей хотя я им под юбки не заглядывал может тоже мужи кто читал лимстима питона тот поймет но это все история технически что представляет из себя длс играем мы теперь за эрефийку у нас есть часть так называемых унаследованных навыков то есть их качать не желает она видите ли хочет договариваться по старинке эльф с орком да по какой такой старинке эльф договаривается с орком в общем суть в том что нужно собрать команду из особых орков и что сказать разработчики придумали реально классных орков тут тебе и тролль архитектор тролль в том смысле что он реально по своему виду тролль а не как вы в комментариях да тут тебе и снайпер седой который еще мелькору служила с урона на болте вертел на болте арбалета разумеется он же арбалетчик и еще биба и боба близнецы подрывники еще там шаман какой-то тоже тролль и еще а нет все то есть мы должны подойти к ним они такие опа давно хочу саурона поднасрать а тут как раз эльфийка погнали только давай сначала тут закончим как-то все топорно просто до жути но это только полбеды беда совсем в другом дело в том что есть лишь один шанс завзербовать орка и если он сдохнет на миссии то как бы все прогресс сохраняется и продолжай играть дальше а я еще дебил взял еще более высокий уровень сложности чем раньше мне видели слишком легко было я решил попробовать решил что это удачный момент неудачное решение скажу я вам просто трындец какой неудачный в итоге орк может сдохнуть и как бы львиная доля фана дополнение пропадет потому что его просто больше не увидишь а еще тут замечательные чекпоинты которых нет да вот миссия сначала ты бежишь до орка потом вы с орком кого-то мочите о чем-то говорите куда-то снова бежите снова мочится наговорить снова бежите если ты сдох то всю миссию начиная с самого начала а я напомню орки очень любят поболтать и это не приветственный монолог а сюжетный то есть тут уже минуты на две и это никак не пропустить учитывая уровень сложности ты будешь просто кипеть от ярости в очередной раз выслушивая эти монологи блин в несюжетной миссии по отнятию орков эльфийских артефактов тут выглядит так доходишь до места появляется орк толкает речь и ты оказываешься прямо перед ним то есть раньше то ли его нас сажали куда-нибудь там на дерево на крышу чтобы его не видели и чтобы бой не начинался сразу или орки не на таком близком расстоянии появлялись тут же у тебя почти нет шанса убежать или спрятаться а у орки тут жесть уровень у тебя ограничен прокачать оружие можно либо вставляя самоцветы солнца да он теперь только один вид самоцвета либо же меняя на те самые шмотки которые отнял на этой миссии есть 4 и 5 не помню точно комплектов которые попробуй сначала добудь артефакты эти кстати иногда меняют механики навыков скажем вместо светового удара заморозка орки мало того что жирные они еще поголовно напичканы иммунитетами одного пришлось бить обычными ударами потому что казнем свету заморозки стрельбе сбиванию с ног он был иммунен а потом потом мне встретился такой же но со щитом и я просто вообще не мог его никак пробить вообще ничем в итоге психанул и убавил сложность а на орка вообще наплевал кстати да тут вместо призрачного удара понятное дело другой навык это свет мы как бы засвечиваем орков светом галадриэль а потом распыляем или как сказано в игре раскаляем раскаляется в итоге не орки а мой стул навык на самом деле неплохой но смотрится как-то блекло все эти зажатия кнопок они явно не для этой игры так что что глефы что просвечиванием я не особо пользовался а против капитанов это часто в принципе бесполезно казалось бы орки и иммунны к свету галадриэли назгл значит не иммунны шелоп не иммунны а сраный орк иммунен ну круто что тут скажешь визуальные изменения тут тоже красиво смотрятся но не несут никакой геймплейной нагрузки только косметика раньше был призрачный силуэт теперь светлый и вот вся разница ну еще звуки немножко другие тоже приятно но как бы и все да как при этом обосновываются двойные добивания непонятно ну то есть они никак не обосновываются в Толеоне таки лимбримбор сидел а в Элтериэль кто сидит вот навык с быстрой стрельбой действительно оказался удачным его даже во второй DLC перенесли регенерации тут теперь нет вообще ни в каком виде есть лишь навык где нужно сука зажать кнопку чтобы включить реген да самый удобный момент взять максимальную сложность по итогу геймплей на дополнение скудноватый и скучноватый интересных орков маловато потерять их очень легко хотя их все же больше чем надо по сюжету чего только стоит очарованный орк который действительно очарованный эльфийской красотой всячески расшаркивается перед героиней прокачки мало очков остается много лишних достаточно сюжетные отпетвления это просто стандартной миссии по ликвидации орков сюжетные задания это обычная оборона крепости и четыре миссии с орками ну и в конце битва с Толеоном он не хотел умирать на чужбине и попросил отвезти его в Гондор ну то есть в Минос Морвел но там он уже был захвачен кольцом и не сумел его снять и пришлось селтериэль сразиться с ним получается сюжет диллси занимает 60 лет плохо только что это вообще никак не показано заканчивается все тогда же и там же где оригинал в 2019 году когда Саурон пал Саурон то пал а вот Келимбримбор освободился из лопнувшего сведущего ока и тут же начал взывать кольцо которое все еще у Элториэль и та это почуяла продолжение следует когда-нибудь потом а вот второе сюжетное дополнение действительно оказалось стоящим оно рассказывает историю Баронора который вернулся на юг в страну Редгардию вообще смена локации пошла игре на пользу в оригинале они не всегда отличались друг от друга первая диллси использовала те же самые локации тут же совсем иное пустыня пески кости каких-то гигантских созданий сооружений крепости в арабском таком стиле того и гляди Аладдин на ковре пролетит Баронор пришел сюда с солдатами Гондора оставшимися чтобы захватить местную крепость солдат по дороге сожрали гигантские черви это новый тип врагов здесь а самого Баронора спас никто иной как Торвин гном из первой части заодно он снабдил героя некими техническими примочками но минорского происхождения вообще это диллси по духу гораздо ближе к Ассасинскриду помните у Этсо был наручный клинок парашютер балет вот тут практически все то же самое тут тебе и щит вместо клинка которым можно таранить орка в бою и крюк кошка которым сбираться еще удобнее чем будучи призраком Толеоном честно в этом плане игра походит на Бэтмен Аркхам и это хорошо парашют есть который без подкидывающих гейзеров просто дико упрощает передвижение по локации хотя и быстрое путешествие тоже никуда не делось да и локации в принципе по размерам точно такая же разве что чуть-чуть больше по ощущениям чем стандартные игровые и арбалет есть у которого нет натяжения как у Лука зато есть разные боеприпасы включая бомбы огненные ядовитые в общем полный фарш также Торвин дает рисунки местности где могут быть чертежи новых примочек искать приходится именно по визуальной схожести ну то есть смотришь на рисунок и ищешь нечто похожее о смотрите это здание прям как на рисунке и значит идешь ищешь это действительно круто вообще все детали геймплея дополнения сильно контрастируют с оригинальной игрой орлиного зрения нет исцеление не автоматическое а эликсирами Баронор не носит никаких колец а значит он смертен и наверное это единственный серьезный недостаток игры дело в том что вместо загрузки с контрольной точки мы как бы начинаем вообще весь сюжет с самого блин начала что-то типа челленджа как далеко и как быстро ты пройдешь DLC не умерев странное очень странное решение но наверное оно такое единственное за всю игру ну точнее за все DLC разумеется с одной стороны приходится быть сильно осторожнее с другой боевая система в корне не изменилась и на высокой сложности будет сложно странно по сюжету Баронор попадает к наемникам которых и хочет нанять для штурма крепости но денег нет а главарь оказывается его утерянным братом в общем начинается работа по системе ты мне я тебе теперь мы не вербуем орков теперь мы вербуем наемников за обычную истерлингскую валюту которую мы собираем тут повсюду мы покупаем людей и точно так же продвигаем их как и орков из оригинала и это очень знаете ли необычно видеть в качестве действующих лиц именно людей и вообще ты захватываешь крепости а туда приходят люди начинаешь сражения и люди тебе помогают ты среди людей ты никогда не один это ободряет особенно на контрасте с концовкой оригинала где Толеон совсем один никому нафиг не нужный под наемников изменена и прокачка она такая же скромная как и в первом DLC но все же побольше прокачать на минорскую перчатку и другие примочки можно бесплатно но только если ты найдешь нужный чертеж также тут есть как обычно заимствованные навыки и две линейки для прокачки в этот раз дополнительные умения каждого навыка можно брать все и действовать они будут одновременно основным умением разумеется идет призыв телохранителей их теперь можно призвать аж троих одновременно и это скажу я вам сильно облегчает игру остальные навыки какие-то совсем странные и ненужные по всему видно что разработчики выжили из себя максимум и добавили остальные просто чтобы пустоты заполнить например скидка на найм солдат серьезно скидка да это хорошо подкреплено сюжетно но или вот покупка за очки прокачки сведений о борках да больше не нужно искать эти зеленые метки ты уже обо всем все знаешь ай ладно изменена система улучшения вещей теперь у каждой вещи есть аж 8 ячеек для условных рун одну из которых занимает стандартная руна которая не заменяет одна другую а дополняет то есть например идет постепенное увеличение урона меча или степени защиты у щита то есть улучшение вот такое бы нужно было сделать в оригинале а 7 ячеек отведено для дополнительных цацок цацки можно как выбить из орков так и найти в укромных уголках и вот они уже серьезно могут менять геймплей я выбил побрякушки благодаря которой атакуя мои союзники а их трое напомню набирали мне ярость и когда их били у меня тоже набиралась ярость в итоге я просто перманентно ходил и спамил казни что сильно облегчило игру к чему сводятся сюжетные миссии тут стоит лишь одна задача захватить крепость к ней ведут несколько сюжетных заданий вполне интересных некоторые даже непростые особенно та с родником но в целом миссия одна чтобы облегчить себе жизнь можно захватить другие точки чтобы ворки не мешали можно ликвидировать капитана все как в старе но DLC все равно получается коротким сильно короче чем хотелось бы ведь оно реально крутое но по ощущениям все же оно длиннее чем предыдущие и это к лучшему кстати именно на осаде города я встретил третий раз кроша и первый раз гришу причем гришу дурачину прошу прощения у всех гриш есть ли критические косяки в дополнении ну критических прям вот нет хотя у меня почему-то стрелы вечно переключались на что-то не то без спроса но это возможно из-за того что я постоянно жал на кнопку записи футажа еще в минус можно записать саундтрек мало того что он был взят из оригинала так еще и просто зациклен по кругу в остальном же все шикарно я бы даже хотел поиграть в отдельную игру с таким вот геймплеем где мужик парит по локации я так и представляю как корки говорят это птица? это самолет? не это негр на парашюте ааа точно действительно достойный DLC но короткая как это и принято такая вот игра местами бесячая местами же противоречивая но в целом отличная настоящая игрореликт без дураков если бы не пара другая косяков вообще была бы наверное идеальной игрой хотя хотя все же до идеальной в моем понимании ей далековато но все равно это достойный проект достойный и интересный я не скажу что с нетерпением жду продолжения мне если честно по барабану всегда я вообще ничего не жду но если выйдет а я надеюсь что выйдет обязательно поиграю и надеюсь что там орков как рабов или как проституток за рубли продавать уже не будут и за доллары тоже а теперь я вынужден закончить видите ли нехорошо себя чувствую я не знаю сколько я еще смогу бороться с этой ношей она тяготит меня я больше не в силах держаться это кольцо оно оно пойду высплюсь короче а а